Девушки отдыхают Созданная именно для того, чтобы безостановочно рожать А Марта – студентка медицинского университета, которая должна принять роды, чтобы сдать экзамен и стать настоящим акушером Добро пожаловать в Будапешт! Это жизнь других! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мы знаем про жизнь в Будапеште? Честно говоря, я тут была так много раз, но ничего, кроме вот этой красивой площади, вкусного гулеша и то, что тут придумали кубик Рубика, честно говоря, я ничего не знаю А как на самом деле тут живут местные жители? Рождаются, работают, выходят на пенсию? Мне очень интересно, поэтому сегодня попытаемся все это и разузнать Если бы я родилась в Будапеште, то, возможно, родилась бы в семье Ференца и Ксилы Построила бы бизнес просто на руинах в самом центре города А по вечерам, возвращаясь в большой дом в пригороде, выгуливала бы восемь огромных собак И всплеснила бы с соседями Яношем Бадаси и его женой Кристиной Они давно вышли на пенсию и живут в свое удовольствие Он коллекционирует фотоаппараты, а она занимается волонтерством Помогает молодым многодетным семьям, таким как семья Сандора и Лены Дюди Они живут в маленькой комнатушке с двумя детьми и планируют еще И я вполне могла бы родиться у них, скажем, третьим ребенком Тогда бы моя мама все время проводила со мной Ведь она бы имела 9 лет законного декрета Но неважно, какое имя бы я носила Чем бы ни занималась, была бы я матерью или ребенком Если бы я родилась в Будапеште, то появилась бы на свет вот так Вообще капец Испугались? Да, не бойтесь, мы же в роддоме Ну, вернее, ну как, вернее, в роддоме, но не очень в роддоме Потому что мы в институте Но, в принципе, это и роддом сразу вместе Вот тут вот учат принимать роды вот таких вот непонятных вот резиновых куколок А потом идут вниз на нижний этаж И там уже, фу, дорождаются нормальные настоящие венгры Честно говоря, так волнительные И, честно говоря, так как я аж голова разболелась Я так разволновалась Не плачь, не плачь, моя куколка, не плачь Короче говоря, если бы я родилась в Будапеште То родилась бы сразу в университете Ведь медуниверситет и родильное отделение находятся в одном здании Дело в том, что одним из самых важных принципов На которые опирается медицинское образование в Венгрии является практика Поэтому полноценные аудитории здесь находятся просто через стену от больничных палат Крайне важно, чтобы студенты-медики не только учили теорию, но и практиковали А так как у нас самое большое родильное отделение в Европе И ежегодно здесь рождается 6 тысяч детей То почему же это не использовать и для обучения? Кроме того, клиника полностью оборудована по последнему слову техники Также оборудованы и палаты для студентов младших курсов Кому еще рано на настоящие роды Например, одна такая родильная кукла, как Джизела Признаюсь, это я сама ее так назвала Стоит около 100 тысяч долларов За эти деньги она идеально имитирует все возможные осложнения во время родов Честно говоря, делает она это так, что никаких реальных родов после этого не испугаешься Натренировавшись на Джизеле, студенты начинают практиковать с третьего курса А после шестого становятся интерным и тогда попадают на полноценную практику С зарплатой, стартующей от 200 тысяч форентов Как относятся пациенты к тому, что к ним приходят студенты, интерны, даже не доктора? Относятся очень хорошо Они же понимают, что нам нужна практика, иначе не научиться Кроме того, мы ведь работаем всегда в паре с опытным врачом Ну, хочу сказать, что слава богу Извините, конечно, я понимаю, что вы профи, но лучше с доктором рядом Ну, вы уже принимали свои первые роды? Конечно, я уже присутствовала на очень многих родах Кроме того, я уже руковожу процессом А женщина, которая рожала, она знала, что вы интерны? Само собой Какая-то, в общем, короче, женщине респект, так сказать, понимаешь Отдалась в руки молодежи Ну, очевидно, все прошло удачно Скажи мне, ну, были, наверное, случаи, не знаю, у тебя или у твоих одногруппников Когда они падали в обморок первый раз, когда появлялись на родах Вообще страшно же, наверное, первый раз О, да, страшно и в первый раз, и во второй Бывало, что и плакали, и сознание теряли Но постепенно все привыкают и начинают относиться спокойно Я полностью доверяю этой клинике И меня абсолютно не смущает, что роды принимает интерн А я рожала здесь первого ребенка И буду рожать еще двух Роды в Венгрии абсолютно бесплатные А рожать детей, как оказалось, еще и выгодно Поэтому многие планируют это заранее Например, семья молодых музыкантов Тандора и Лены Дюди У которых есть уже двое детей Но хотят они еще и третьего Ну, вы сейчас работаете или вы в декрете сидите с детьми? Сейчас работает Сандр, а я сижу в декрете с детьми Но каждый месяц мне выплачивают 70% от зарплаты Кроме того, государство дает одноразовую выплату всей семье На покупку квартиры или строительство дома Это 10 миллионов форентов Примерно 30 тысяч евро Это когда у вас рождается ребенок первый или как? Или второй? Как это происходит? То есть или на каждого ребенка дают по 30 тысяч? Это только за третьего За первого и второго тоже есть выплаты Но они небольшие То есть и вы, конечно, хотите сейчас третьего Именно потому что получите такую сумму? Нет, мы всегда хотели иметь троих детей И в любом случае планировали бы третьего Но если государство еще и выделяет нам такую сумму То почему бы этим не воспользоваться? Купить дом за эти деньги нереально А вот построить можно А сколько у вас метров ваша квартира? Или 42, или 43, я точно не помню 42-43, и вы тут живете вчетвером, правильно? Какую вы платите коммуналку за этот метраж? 30 тысяч форентов в месяц И примерно 150 уходит на еду А в декрете сколько вы можете сидеть? На каждого ребенка дают 3 года декрета И если дети раз в 3 года появляются То можно хоть 9 сидеть И так вы можете сидеть 9 лет в декрете И получать 70% от своей зарплаты, правильно? Грубо говоря, да Если рассчитать так, что дети будут рождаться каждые 3 года Но, например, у нас вторая дочка родилась, когда первая была 2 Поэтому так уже не получится Но нам главное успеть дом достроить Ведь государство обязывает это сделать за 5 лет Кроме того, его надо построить за свои деньги А потом, когда третий ребенок появится, нам их вернут Но только при условии, что все будет соответствовать определенным стандартам Например, у каждого ребенка должна быть своя комната Какое все-таки доверчивое государство Венгрия? Можно даже не родив ребенка, просто пообещать, что родишь И уже рассчитывать на выплаты за его рождение С 3-х летнего возраста все дети Венгрии обязаны идти в детский сад Таков закон Все сады в стране бесплатные Но за еду платить нужно Хоть и немного Примерно 8 тысяч форентов в месяц Группы делятся по 25 человек На которых приходится по 3 взрослых воспитателя Работу в детском саду нельзя назвать высокооплачиваемой В среднем воспитатели здесь получают 260 тысяч форентов в месяц Но дефицита персонала, как и мест в детсадах, нет Детей сюда приводят с 7 утра и забирают около 6 вечера А ближе к 11 начинается обед Вот так вот перед обедом дети сами накрывают на стол Спасибо тебе Боже мой, спасибо Вот это и ложечку Боже, спасибо О, чтоб ты был жив-здоров Вот это ребенок Господи, господи Потом уже все остальные заходят, когда все накрыто и уже садятся и едят Представляете, как же Давай, давай, вот сюда все Да, присаживайтесь, господа Боже, какие замечательные дети Смотрят на какую-то сумасшедшую тетку и думают Что вот вторушку на второй год оставили Все никак не может выйти А руки помыли, мне вот интересно Нормальный вопрос, руки помыли, я просто спросила Так, попробуем, чем вас кормят дети Морковка с макаронами и с картошкой Ой, я вспомнила детство свое Галапузае вот это вот детсадовское Так, хорошо, ждем второе А на второе маленький официант подал странное местное блюдо Из вареных овощей, мучного соуса и фасоли с котлетами По вкусу чем-то напоминает наши молочные каши Те самые, которые в наших садах дети либо очень любят, либо страшно ненавидят Я не знаю, как я выжила в детском саду Потому что нас кормили так же В общем, я вам скажу, что я, конечно, такое не могу Но детям это нравится Она с удовольствием, понимаешь, уже съела Посмотри, хихикалка, которая, видишь, которая Ест, за щеками трещит Вот, а мои вкусы не меняются Я в детстве не могла это есть и сейчас не могу есть Тетя, вообще-то это мое место Но главное, что детям нравится И нравится не только еда, но и все остальное Игровые площадки, песочницы и просторные классы Все здесь новое и разноцветное Я уверена, местные мамы тоже с удовольствием отдаются до своих чад В Венгрии хорошо не только жить, но и отдыхать Если сюда вы собираетесь ехать как турист Очень рекомендую воспользоваться услугами компании «Тысяча дорог» Это ведущий туристический оператор Венгрии Который предлагает интересные экскурсии по всей стране Лечебные программы на самых известных термальных источниках А также занимается транспортным обслуживанием туристических групп Но самое главное, здесь говорят по-русски Ищите ссылку в описании А я и «Тысяча дорог» едем дальше А для многодетных семей и одиноких мам Есть в Будапеште и другая услуга Некоммерческие волонтерские организации Люди вступают в них добровольно Просто чтобы помочь другим Я познакомилась с одной из таких волонтеров И охотно приняла ее приглашение прийти в гости Чтобы разузнать подробности Но мне даже спрашивать ничего не пришлось Госпожа Вадаси сходу начала сама все рассказывать Несмотря на то, что у меня у самой пятеро внуков Я состою в нескольких организациях Которые специализируются на помощи матерям Например, нужно помочь отвезти детей в больницу Или присмотреть за ребенком, пока он сам дома Да, можем и банально помочь с уборкой Но я думаю, что самая ценная наша помощь Это моральная поддержка А вам платят что-то за то, что вы приходите в этот фонд Что-то делаете? Или вы это абсолютно бесплатно делаете? Ничего не платят Но я богатею от этого душой А такая прибыль, она гораздо приятнее, чем просто деньги Мы ведь уже люди пожилые У нас совсем другие ценности Да и к традициям нашего поколения Мы относимся достаточно консервативно Это прекрасно А это правда? Вот мне сказали, что в Венгрии Когда-то, не знаю как сейчас Жена брала имя мужа, когда выходила замуж Потому что у нас можно брать фамилию мужа, когда ты выходишь замуж А имя никто не берет И вас будут звать так, как и мужа Это правда? Да, правда У меня как раз имя мужа Когда мы поженились, а это было в 70-м году Существовал закон, который обязывал жену брать и имя, и фамилию мужа В 74-м закон отменили, но я уже ничего не хотела менять Зато современные девушки уже не всегда и фамилию мужа берут А в паспорте как вы записаны? Так и записано Жена Вадаси Яноша Тибора Да, а выкажите мне паспорт Но оба, то есть я хочу и ваш, и мужа паспорт Вот видишь, вадиш, вадиш Джанус, Джанус Тибор, Тибор, не И вот только вот это Не в конце у женщины говорит о том, что она его жена Представляешь? А на обратной стороне маленькими буквами написано ее девичье имя Кристина Которую уже так никто не называет после замужества А как вас называют, вот, я не знаю, на работе как вас называли? Госпожа Вадаси Госпожа Вадаси Девичье имя Кристина знают только близкие друзья и родственники На самом деле я вообще не жалею о том, что у меня имя мужа Я с ним всю жизнь прожила много чего добилась в карьере и заслужила хорошую репутацию Я вас очень хорошо понимаю, я тоже поэтому не меняю свою фамилию Ну, как бы так Потому что, честно говоря, если бы еще имя надо было мне менять, это я бы с ума сошла А скажите, вы тут живете вдвоем в этой квартире? Да, здесь 74 квадратных метра Нам на двоих и хватает с головой И сколько вы платите коммунальные услуги в месяц? Зимой и летом суммы отличаются из отопления Но если в среднем посчитать, думаю, получится около 70 тысяч форентов в месяц Это правда, что венгры очень экономны И что если есть возможность экономить, то они всегда это делают Несмотря на то, какой у них доход и есть ли у них возможность платить за это Думаю, да, мы экономим и на коммуналке, и на еде Но для меня есть вещи, на которых я экономить просто не могу Это украшения, одежда, обувь и сумочки Даже если у меня шкаф забит хорошими вещами, я все равно пойду и куплю новые Вот, даже если женщину назовешь мужским именем, она все равно останется женщиной И будет любить сумочки, обувь и новые украшения Класс! Чувства собственного стиля венграм прививают еще с детства Когда ребенку исполняется 7 лет, он идет... Нет, не в модельное агентство Он идет в обычную государственную школу А там совершенно нет никаких правил относительно твоего внешнего вида Кроме того, что школьник должен быть чистым У нас не существует такого понятия, как школьная форма Каждая одевается так, как ему нравится Носит пирсинг, какой ему нравится И набивает тату, если ему так хочется Кроме того, нам, девочкам, разрешено пользоваться косметикой без ограничений Разнообразные, как детские рисунки, наряды венгерских школьников разрешаются просто ради свободы самовыражения Учиться здесь или 12, или 13 лет Это зависит от желания самого ученика Все обучение полностью бесплатное А основной упор делается на иностранных языках Венгерский очень сложный язык И за границей его практически никто не знает Поэтому, если хочешь жить в современном мире, ты должен владеть как минимум тремя языками Кроме венгерского, я свободно владею английским и испанским А мои друзья знают и немецкий, и русский, и итальянский С таким количеством языков после окончания школы Многие венгры могут сразу идти работать Причем сразу на крупные международные компании Так что, если в первом классе все мечтают стать летчиками То после выпуска многие, как минимум, могут стать бортпроводниками Дорогие друзья, усаживайтесь удобненько в своих креслах Пристегните, сейчас мы раздадим холодные и горячие напитки И начинаем В Водопиште базируется одна из крупнейших европейских авиакомпаний Здесь же находится и тренировочный центр для персонала С настоящим фузеляжем для обучения молодых бортпроводников Здесь будущих стюардесс учат не только разносить чай, но и правильно себя вести Красиво выглядеть, обороняться от неадекватных пассажиров Короче говоря, разбираться во всех тонкостях профессии Как вот стать стюардессой? Что для этого нужно пройти, закончить, сдать экзамены? Какие-то вот требования есть, очень жесткие, которые обязательно должны им соответствовать? Не надо иметь никаких суперспособностей Человек должен быть совершеннолетним, то есть старше 18 лет И сдать государственный экзамен при выпуске школы Но главное, чтобы он был дружелюбным и открытым к другим людям Слушайте, как вы делаете вот эти прически? То есть каждый раз, когда идете вы на работу, вы делаете вот эту прическу? Сами или у вас парикмахер есть? Мы сами их себе делаем Просто есть определенные правила, которые надо соблюдать Например, распущенные волосы носить нельзя А макияж тоже от вас требуют какой-то специальный цвет помады? Главное условие это то, что помада должна быть розовой Можно использовать разные оттенки, но только этого цвета Кроме того, мы обязаны наносить румяна и красить ресницы А если не идет розовая помада, то вас не возьмут в стюардессы? Сейчас существует такое количество оттенков, что каждая девушка найдет себе подходящий Вот даже у нас обеих розовые, но при этом разные Возможно, вы удивитесь, но самое сложное в нашей работе Это планирование своего графика Каждый бортпроводник обязан налетать не менее 75 часов в месяц Но и не более 100, потому что это вредно для здоровья Почему при взлете и посадке вы все время говорите, чтобы пассажиры открывали шторки и иллюминатор Вот для чего это? Объясните мне Если, не дай бог, что-то случится с крылом или с двигателем Пассажиры заметят это гораздо быстрее, чем мы И наоборот, чтобы спасатели снаружи видели, что происходит внутри Если, например, самолет совершил экстренную посадку Кстати, как раз такие случаи мы сейчас и проходим Можем научить съезжать по спасательному трапу Спасательный трап Значит, для того, чтобы это сделать Ну, все пускай это знают, потому что я тоже этого не знала Во-первых, нельзя, чтобы ноги были голые Потому что будет неприятно Мне дают специальный костюм Это говорит о том, что, дорогие мои, не нужно летать в коротких юбках и в коротких шортах Понимаете, с голыми ногами Ну, потому что, мало ли, не дай бог, вдруг что Будьте всегда, во-первых, и прохладно в самолетах, и не очень приятно Должим обязательно носки Так, все, значит, так, сейчас я одеваюсь, чтобы мне было не так неприятно Красивый модный синий цвет Это у них такие специальные тренировочные костюмы для стюардесс Вот так, ну, чувствую себя космонавтом Так, ну что, я готова? Я пошла Класс! Слушай, мне так понравилось Прикольно Ой, супер После обучения зарплата стюардесса будет стартовать от 1000 евро Но зарабатывать можно гораздо больше Все зависит от количества полетов, продаж и других надбавок Но до пилотов с стюардессом, конечно же, как до неба А ведь летчиков здесь тоже обучают Профессию пилота можно назвать одной из самых престижных в Венгрии Но стать им не так просто Из всех кандидатов, кто приходит в нашу летную школу, примерно половина отсеивается Ведь работа авиатора – это тяжело физически и морально Зато оплачивается она по местным меркам более чем достойно Начинающий второй пилот может зарабатывать от 2500 долларов А капитан с опытом и все семь Но чтобы стать хотя бы вторым пилотом, нужно пройти множество тестов Закончить уйму курсов И налетать за штурвалом вот такой кабины минимум 150 часов Все классно! Слушай, я первый раз в жизни буду лететь и управлять, так сказать, машинским самолетом Какой-то страшно! А что делают пилоты, когда самолет набрал нужную высоту и ему лететь 9 часов? Что делают пилоты? В самолетах для длительных перелетов есть специальные спальные места, где пилоты могут отдыхать по очереди Слушай, ну классно! Мы поворачиваем! А поворачивать – это опасно? Самое опасное в работе пилота – это посадка Там нужно выполнить огромный алгоритм действий В школе многие не могут справиться именно с этим А если вдруг какой-то неадекватный пассажир будет сидеть в салоне И стюардесса к вам прибежит и скажет Шеф, все пропало, все пропало, он там устроил дебош Вы вмешиваетесь в такие конфликты? Или вас там не касается, что у них там происходит, вы себе рулите вперед? Мы можем пойти поговорить с пассажиром, но применять силу ни в коем случае Если ситуация вышла из-под контроля, тогда садимся в ближайшем аэропорту и вызываем полицию При взлете и посадке стюардессы все время говорят, выключите свои мобильные телефоны А вы видите как-то, что если кто-то вдруг не выключил, вам это мешает реально, если кто-то не выключил телефоны? Правда в том, что правды мы не знаем Инженеры говорят, что современные самолеты полностью защищены от этого Но мы понятия не имеем, что может произойти, если 250 телефонов останутся включенными Так что лучше перестраховаться Кстати, выключайте свой, мы идем на снижение Шасси, вышли хоть? Господи Как вы так хорошо с тебе не слушаете, супер А вы знаете, что все пассажиры вам хлопают? А вы слышите, что вам хлопают? Конечно, отлично слышим Все-таки закончить школу пилотов и жить в воздухе – это дело не для каждого Поэтому, несмотря на высокую зарплату, большинство венгров выбирают обычные профессии и идут в обычные университеты Экономические, технические или медицинские Как они учатся, я вам уже рассказывала А вот в каких общежитиях местные студенты живут – это мы сейчас узнаем Господи, вот так вот заходишь Слушайте, какое-то такое чистое и светлое помещение Совсем нету ощущения, что ты зашел в студенческое общежитие, представляешь? Тут, посмотри, Сережа, показывай Тут ресепшн, сидит красивый человек в белой рубашке, понимаете? Говорит хеллоу, хеллоу О, видишь, понимаешь? И никакой бабушке, куда ты? Куда ты со своей камерой пошел? Куда ты пошел? Стой, выйди отсюда Нет, просто заходишь чисто, красиво, светло Какие люстры интересные Уборка, помещение, видишь, постоянно проходит Пропускная система Общежитие Национального университета государственной службы, как по мне, больше похоже на отель У студентов здесь двухместные комнаты с отдельным санузлом Коридоры убирают горничные, а раньше можно было даже табличку на ручку вешать с просьбой убрать в комнате А самое забавное, что здесь, как и во многих гостиницах, каждый этаж имеет свой цвет Мне очень нравится здесь жить Никакого комендантского часа нет Приходи и уходи, когда тебе вздумаются Можно приводить гостей и устраивать вечеринки Даже алкоголь разрешен в разумных количествах Да это даже словом «общага» назвать, язык не поворачивается Чтобы посмотреть сами комнаты, в которых обитают студенты, я напросилась в гости к своей знакомой Пока она на занятиях Так, ну, заходишь в общежитие, сразу холодильник, кастрюли, микроволновая печь Ну так все чистенькое, светленькое Вот, это ванная комната, посмотри Слушай, прекрасная, мне кажется, ванная комната Душ, посмотри, какой приятный, правильно? Все чистое, новое Видно, что живут девчонки, море косметики О, ничего себе! Очень просторная комната, почти 20 метров На два человека, видите? Ну, мне кажется, ну, это, ну, прям такие шикарные условия эти, хочу сказать, для студентов Стоит такое проживание 22 тысячи коринтов в месяц для местных жителей, а для иностранцев, ну, если кому интересно, это стоит дороже, 40 тысяч Не, ну хорошо, понимаете, вот хорошо, светлое, новое, чистое, два человека, свой санузел, свой холодильник, свои шкафы То есть живешь и не знаешь горя, так сказать Ну скажи, хорошо, Сереж, тебе нравится? Жил бы тут, Сереж, жил бы тут общежитие? Мой оператор Оператор говорит, что жил бы, понимаешь? Я бы жила бы, режиссер бы жил? И режиссер говорит, что да Короче, раз наша вся группа жила бы здесь, поверьте, значит, это очень хорошо Честно говоря, я бы училась в университете с таким общежитием, наверное, была бы вечной студенткой Но большинство венгров, моего мнения, не разделяет А особенно те, кто, получив высшее образование, идет на самую престижную и высокооплачиваемую работу в стране О, Господи, вы не понимаете, я так обожаю массаж, это такое вообще кайф Чистый кайф, но, к сожалению, со своей работой я никак не могу часто посещать массажный салон Наш салон красоты, а вот люди в Будапеште, поэтому гораздо больше Им не нужно ходить в салон Потому что салон прямо на работе Нет, самая высокооплачиваемая работа в Будапеште не массажист Это айтишник На средней должности в сфере айти можно зарабатывать около миллиона форентов в месяц А массажисты сюда приходят за счет компании, чтобы расслабить сотрудников Честно говоря, и все остальное в этом офисе, кажется, существует только для того, чтобы расслабить сотрудников У нас в компании нет жесткого графика Главное, чтобы сотрудник выполнял нужный объем работы и бывал на собраниях Но такого, что нужно быть на работе ровно в 8 утра, нет, мы же не завод Можно приходить с собаками, а несколько раз в год мы обязательно выезжаем куда-то на отдых Например, в последний раз были на рафтинге Кроме того, у нас здесь игры на любой вкус Игровая приставка, зона отдыха, настольный теннис, настольный футбол, библиотека и еще миллион разных мелочей Есть даже офисный транспорт Видели? Вот это да, вот так они передвигаются по офису Слушай, так бы могла и даже я передвигаться на самом деле, ну может быть И даже это еще не все Внутри офиса существуют определенные правила Например, грязные чашки и тарелки после себя мыть запрещено Ведь это не гигиенично Мыть посуду должен специальный человек Кроме того, на балкончике возле кухни стоит барбекю Которым можно воспользоваться в любое время Господи, да это не офис, а развлекательный центр какой-то О, Анита, что это ты тут делаешь? Интересно Жарю колбаски себе на обед Когда погода хорошая, мы это часто делаем А сколько времени у вас обеденный перерыв? Какого-то четкого времени нет Сколько человеку нужно, столько он и обедает Ну и когда ему это делать, тоже каждый выбирает сам Ничего себе, вот это красота Вам по идее тогда не нужно выезжать на природу, расслабляться Знаешь, как вот выезжают, делают тоже барбекю где-то на природе А у вас это все на работе Я, честно говоря, немножечко даже в шоке Это же так прекрасно То есть ты не думаешь постоянно на этой работе У тебя нет стресса А ты расслабляешься, болтаешь с друзьями и делаешь барбекю Ребята, Сережа, нам тоже, наверное, надо на нашей работе так сделать Как считаешь? Заканчиваем съемку и идем на барбекю А? Вот это жизнь других, вот это я понимаю И все-таки, как они заставляют себя работать в таких условиях, я не понимаю Как вообще бизнес, где у работников так много свободы, до сих пор не превратился в руины Хотя, с другой стороны, на руинах в Будапеште тоже научились зарабатывать Ох, вот это да! Так, вот с чем у вас ассоциируется заброшенное здание? Ну, как правило, что это? Свалка мусора, место, где бездомные спят Вообще хочется обойти стороной это место побыстрее Но только не в Будапеште Потому что здесь, на заброшенных зданиях, делают вот такой бизнес, ребята Ох, какой кола... Ох, вы не представляете Идем, пойдем, посмотрим Руинные пабы венгерской столице давно стали визитной карточкой города Когда-то целый квартал в самом центре стоял заброшенным Но предприимчивые венгрии догадались, что ветхие здания можно купить за копейки Убрать мусор во дворе, поставить барную стойку и старую мебель И на этом все! Уникальный формат заведения готов! И теперь руинные пабы – это одна из самых прибыльных моделей туристического бизнеса Будапешта Как давно у вас бизнес в таком пабе или баре? Как это назвать? Обычно такие заведения называют пабами Мы работаем уже давно, аж с 2001 года Ого, ничего себе! Ну, вообще, на самом деле, это же надо быть каким-то гениальным человеком Чтобы на руинах, так сказать, сделать такую, ну, феноменальную идею В чем секрет этого бизнеса? На самом деле особого секрета нет У нас всегда предусмотрена культурная программа Периодически проходят небольшие концерты Ну и, конечно, постоянно нужно следить за самим заведением Вкладывать в интерьер? Ну, подождите! Люди открывают свои клубы, свои рестораны И вкладывают туда деньги, которые очень сильно видны В интерьер, в мебель Вот что это за скатерть? Вот, конечно, я очень сильно прошу Что это за вот это? Вот это новое или старое? Где вы берете эти вещи? Это только кажется, что здесь все ветхое Просто стиль такой Да, пусть мебель мы собирали в основном там, где ее просто отдавали за ненадобностью Но все остальное мы ремонтируем просто безостановочно Например, стены в таком здании, как это, постоянно сырые Их нужно красить буквально каждый месяц Трубы менять И еще года не прошло, как мы ремонтировали потолок, а он уже осыпается Спасая то, что именно за этим люди сюда и идут Все-таки руин-пап это туристическая, да? Больше какая-то тема А местные жители приходят к вам? Изначально мы открывались для местных То, что начали ходить туристы, это даже неожиданно Но конкретно в нашем заведении туристов все-таки немного Процентов 30 от общего числа Мне вот очень интересно, сколько нужно иметь денег, чтобы вот купить Сколько тут метров у вас? Точно сложно сказать Где-то половина футбольного поля Сколько стоит половина футбольного поля? Сейчас купить такой двор практически нереально Нужно покупать полностью все здание, а оно обойдется в 3-3,5 миллиона долларов Приносят же подобное заведение не более 3000 долларов в день Это без налогов А ведь надо еще и содержать В итоге мы вкладываем сюда практически всю прибыль, которую получаем А налоги у вас высокие на прибыль, которую вы платите? Венгрию вообще можно назвать страной налогов Недавно даже ввели отдельный налог специально для тех, кто строит руинпабы Мы платим их уйму Налог на еду, на алкоголь, даже на концерты с живой музыкой тоже платим налог Ну потому что вам же идет прибыль с этих концертов Выложить это прибыль или заплатить налог Это понятно Я видела там миски для собак Во много приходят клиентов с собаками? На самом деле мы такие не одни Очень много заведений в Будапеште рады видеть клиентов с питомцами Здесь для них даже отдельный дворик есть Ведь мы и сами еще те собачники у нас С Ференцем дома 8 псов 8 собак? Вы даже меня переплюнули 8 собак? Это же очень много Сколько на них уходит денег? У меня 3 И честно говоря, они у меня полбюджета моего гонорара забирают Поверьте мне, столько они Ну они хотя бы такие у меня малюсенькие А у вас сколько денег уходит на собак? Да, в общем-то, все, что мы зарабатываем Вот, у меня то же самое Эти собаки, я тебе говорю, они едят хуже Я сейчас покажу своих собак, подожди О, смотрите, это вот Как рассказали мне Ксила и Ференц Будапешт можно назвать одним из самых Густонаселенных собаками городов мира Если верить статистике, в столице Венгрии Почти полмиллиона владельцев собак То есть гавкающий питомец есть практически у каждого Третьего или буквально в каждом доме Конечно, существуют и специальные законы Связанные с собачьей жизнью Например, если питомец правил нужду посреди улицы А владелец за ним не убрал То ему придется заплатить 35 долларов штрафом А те, кому нравятся собаки Но не нравится их выгуливать Вообще покупают дома за городом Именно для того, чтобы можно было Завести крупную породу У нас в доме живет 8 взрослых собак Венгерской породы кубас Это никакой не питомник И вообще не имеет отношения к коммерции Мы их разводим просто потому, что нам это нравится Останавливаться мы не собираемся Думаю, будет и 9, и 10 Именно по причине огромного числа четвероноких горожан Многие заведения и ставят для них бесплатную воду Или обустраивают специальное пространство Там друг человека может играть с друзьями Простите за тавтологию, пока хозяева обедают или пьют кофе Ежегодно в Будапеште проводятся десятки фестивалей, выставок И просто собраний владельцев или любителей собак Короче говоря, они здесь везде В домах, в парках, в ресторанах Но все же в Будапеште осталось несколько мест Где вы точно не встретите песиков Одним из таких являются знаменитые венгерские купальни По сути, это горячие бассейны с минеральной водой Которые построены на термальных источниках Что находятся глубоко под землей Возможно, вам кажется, что это исключительно туристический аттракцион Однако, любой местный пенсионер докажет обратное Купальни – это, пожалуй, излюбленный досуг для пенсионеров Будапешта Ведь это не только приятно, но и полезно Мы так поправляем свое здоровье Минеральные воды – отличное лекарство Поэтому чаще всего в термальные источники нам выписывают направления в больницы Например, мне рекомендовано посещать купальни как минимум две недели в году Но, конечно, я там бываю гораздо чаще Естественно, все приходят по-разному Кто-то посещает нас раз в месяц, а кто-то и раз в два дня Но с уверенностью можно сказать одно К нам приходят все Кроме того, для пенсионеров это стоит значительно дешевле, чем для обычного туриста Короче говоря, если хочешь поговорить с Будапештцем пенсионного возраста Иди в купальню Что я и сделала Мария, вы вот на пенсии часто приходите сюда отдыхать? Примерно раз в месяц Ну, вы сюда приходите, потому что вам врач рекомендует? Или вам тут нравится отдыхать, проводить время? И то, и другое Я получаю от этого удовольствие Тем более до пенсии, когда я работала, у меня не было на это достаточно времени Ну, слушай, ну, конечно, это прекрасно А вам хватает пенсии вашей на жизнь? Честно говоря, нет Поэтому я работаю сейчас Просто график уже не такой плотный, как был раньше И работа легче А летом я вообще отдыхаю Хожу в купальне, катаюсь на велосипеде Ну, вы такая нестандартная, вы пенсионерка, я хочу сказать И работаете, и активный образ жизни у вас А сколько пенсия в Генгрии? Минимальная пенсия – 120 тысяч форентов Но еще есть разные льготы от государства Например, в общественном транспорте я могу ездить бесплатно На посещение купалин тоже есть система скидок А три раза в год на крупные праздники нам приходят специальные продуктовые посылки Прекрасно А маникюр вы себе часто делаете? Раз в месяц обязательно маникюр и парикмахерская Стоит нормальная, активная, красивая, улыбающаяся женщина Понимаешь, которая раз в месяц делает маникюр и волосы Я вот не каждый месяц успеваю себе сделать со своей работы Это говорит о том, что у меня все впереди Ну что, ждем пенсию и Венгрию А что нам? Так, мне кажется, очень жарко Предлагаю пойти в воду Смотрим в воду Но тратят свою пенсию венгерские пенсионеры не только на купание, отдых или маникюр Большинство пожилых людей думают уже и о своей смерти заранее Местные относятся к этому факту совершенно спокойно, как к данности В Венгрии принято при жизни арендовать себе могилу То есть, представьте, вот ты живешь, а твое имя уже написано на плите с даты рождения И, в принципе, в день твоей смерти напишут ее и все То есть, ты живешь и знаешь, где ты уже будешь лежать И это, в принципе, здесь абсолютно нормально Так очень многие делают Снять в аренду такое место можно на 25 лет А обойдется оно в 120 тысяч форентов Конечно, немногие делают это с молоду Здесь уже каждый прикидывает для себя сам Когда пришло время начинать платить за свою могилу Чаще всего это делают уже в пожилом возрасте Однако многие ошибаются Поэтому на кладбище до сих пор можно найти плиты Не только с даты рождения Но и с открытой датой смерти 20 века То есть, существуют люди, которые думали Что покинут этот мир еще в прошлом столетии Но до сих пор живут Кто знает, возможно, это делалось для того, чтобы сэкономить на гравировке символов Гравировка одного символа на камне сейчас обойдется в одну тысячу форентов Раньше, естественно, было дешевле Сама плита может стоить от 100 тысяч до 4 миллионов Поэтому многие выбирают вариант кремации Это обойдется гораздо дешевле В 50 тысяч форентов Вероятно, нам такой подход покажется странным Но ведь взяв все расходы на себя Человек освобождает от них всех остальных То есть, после внезапной кончины Никому другому не придется заниматься Организационными вопросами подобного рода Одним словом, даже покидая этот мир Венгар прежде всего позаботится не о себе А о своих близких Одним словом, даже покидая этот мир Дело в том, какие венгры на самом деле Оказалось очень непросто Они одинаково яркие и одновременно разные Как стороны кубика Рубика Но если сложить эту головоломку То станет понятно, что главная черта Которая отличает их от всех остальных Это взаимопонимание Разговорчивость Хорошая выдержка Красивый язык Любовь к собакам Вкусный гуляш Гостеприимство Вера в хорошее Но чем бы мы ни отличались Какими разными мы бы не были Объединяет нас одно Любовь к жизни Ну и к жизни других Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok